Гектор, пойдем домой, а? Гектор, пожалуйста. Гектор, пожалуйста, я тебя очень прошу, Гектор, пожалуйста, пойдем домой. Ай, ты мой сладкий, ай, ты мой хороший, иди ко мне, иди сюда. Ну-ка, иди сюда. Да. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Лошадь, лейтенант Тузов, с чего начинается осмотр тела? В статистической стадии осматривают место происшествия без нарушения первоначального состояния. С изучением обстановки. Почему не доложил, что здесь пыль, грязь, цемент? В новых штанах. Пойдем-ка с замшевой. Еще нас не приглашают на преступление в дом в отдых. Он ведь приоделся. Привет. Привет. Что у нас тут? Мужчина. Возраст от 20 до 50 лет. Признаков насильственной смерти пока не вижу. Похоже, сгорел заживо. Кто обнаружил? Ольга Балыкина. Ее Геркулес побежал за кошкой. Та пошла за собакой и обнаружила тело. Ты ее отпустил? Она сказала, что торопится, нужно кормить Геркулеса. Но я взял показания и контакты. И чтоб крышу даже не умудрились построить. Пострадавший бежал от подъезда несколько метров, прежде чем уползнул. А огонь где начался? Я думаю, он бежал уже охваченным плавенем. Держи. Понятно. У меня совершенно случайно появилось два билетика в портер, лучший ряд. Как ты относишься к опере? Терпеть не могу. Два часа будет, заламывают руки. Ненавижу. Балет? У тебя и на балет совершенно случайно есть место. У меня мама работает в билетной кассе. Удобная мама. До знакомства со мной ты с ней по театрам ходил? Исключительно. И на номер 13 вам хат можешь достать билет? Легко. Отлично. Ну что, идем? Стоим! Танистры за спиной. Так мне билеты брать? Брать, брать. Василий, хватит услуживать. Давай, вперед по этажам, узнаем у местного населения, кто что видел, слышал, унюхал. Да какое население? Тут нет никого. На нет и премии нет. Мусорный контейнер заполнил, значит в доме кто-нибудь доживет. Ну здесь даже лифта нет. Я по лестнице только полдня бегать буду. Мы тебя потом вместе пожалеем. Лейтенант, вперед! ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Здрасте. Здрасте. Фу, до седьмого этажа дошел, никого нет. Хорошо, что вы не на последнем этаже живете. Мы не живем, мы выживаем. Меня зовут Василий Тузов, я из уголовного розыска. Ответьте мне на несколько вопросов, хорошо? Вы нам зададите несколько вопросов, это мы вам зададим несколько вопросов. Еще прошлой весной должны были вселиться в этот дом. Деньги заплатили, квартир нет, строительство остановилось, все строители куда-то побежали, мы в милицию звоним, а милиция беспомощна. Ну почему беспомощна? Давайте я вам помогу. Давайте, помогайте. Вперед. Лусьев, ну будь человеком, а тащи краску в другую сторону, воняет же. Да отстань, не пахнет она. Пахнет. Муська вон за сосиской идти не хочет. Принимайте гостей, милиция. Здрасте. Ух ты, как у вас тут здорово. Прямо уголок Дурова. Кошечки. Аккуратно, аккуратно. Вы не против? Я смотрюсь немного, да? Смотрите. Высматривайте. А куда кошечки выходят? Что? Что выходит? Вид, говорю, хороший. Вид тут единственное, что хорошего. У вас вчера на первом этаже ночью пожар был, может вы видели что? Ночью, ночью Соколов дежурил. И Соколов, и Беспятых, они поменялись сменами. А что значит дежурил? А вы вообще давно здесь живете? Да уж скоро год будет. Официального приглашения не получили, вселились сами. А дежурит, это чтобы двери не заколотили, а то мы своего жилья вовек не увидим. Кто-нибудь из вас пожар видел? Нет. Да там вечно внизу кто-нибудь что-нибудь жжет. Досок понатащили, чтобы забивать подъезды, полно. А кто жжет, бомжи? Бомжи. Люди жгут. Чтобы согреться. А бомжи это всем и здесь. Значит, как сгорел человек вы не видели, да? Мы нашли просто под досками труп и пытаемся опрашивать свидетелей. Кошмар какой-то, а кто это? Вот нам бы тоже хотелось узнать. Ночью Беспятых дежурил. Вы спросите у него, может он что-нибудь видел? А где я могу его найти? Ну, на работе. Надо у жены спросить. А контакт есть? Странно, когда в пятиэтажках жили, кого знали, только соседи по лестничной клетке. А, Лариса. Ага. А здесь пришлось познакомиться даже с теми, кто купил квартиру в соседнем подъезде. Ладно, спасибо. Ну что ж, удачи вам. Самые большие лужи от бензина я обнаружила вот здесь. Грунт пропитался основательно, остальное разливось. Что? Я задал вопрос, ты не слышал? Сделал запрос по пропавшим, сверяю. Что по отпечаткам на канистре? Все десять штук. Отпечатки жирные, хорошие, в базе данных их нет. Канистру держали с двух сторон. Большие пальцы у горлышка. А разве неудобнее канистру держать за дно? Я всегда одной рукой фиксирую. Так удобно, если ты льешь на предмет, который находится ниже локтей. А если хочешь полить предмет сверху, то удобнее держать у горлышка. То есть ты считаешь, что поливали бензином сверху? Да, и при этом он стоял. Следы четкие, нагрузка на подошву равномерная. Он не приседал, не рыплый, состоял как солдат. То есть вы намекаете, что он облил себя сам? Я не намекаю, а говорю прямо. Отпечатки на грунте соответствуют обуви на трупе. В этой точке самая большая лужа от бензина. Дальше следы к дровам. К доскам. К доскам, конечно, извините. Самоубийца? Ну уж точно не Жанна Д'Арк. Если бы его поливали насильно, то рядом бы были другие отпечатки. А у нас все чистенько. Облил себя бензином, бросил канистру, поджег. Потом, конечно, не выдержу боли, побежал. И пробежал 23 метра по прямой, объятый пламенем человек. Он не спотыкался, не падал. Расстояние между следами одинаковое. Ни одного зигзага. Бежал ровно. По прямой, как спортсмен. Да? Кирилл Алексеевич, я связался с Беспятых. Ее муж в эту ночь был в доме. И теоретически он мог видеть пожар. Но Беспятых говорит, что муж домой не вернулся. Я на всякий случай ее вызвал к нам, правильно? Договорились? О чем? Я говорю, пусть жена Беспятых приедет вначале к нам на опознание. Люда, версию самоубийства мы не отбрасываем. Продолжайте работать в этом направлении. И проверьте еще раз вещи. Может быть, обнаружите что-нибудь интересное. Благодарю. Кирилл Алексеевич. Мне бы такую логику. Как он сразу вычислил, что это не самоубийство. Сразу. А что ты хотел? Гены? Однажды его отец распил преступление за две минуты. Он сказал, что это так же логич, как теорема фирма. Фирма? Царич капитан, фирма. Фирма. Какая разница? Что с вами происходит? Со мной все в порядке. Голова не болит, ушах не свистит. Все хорошо. Ну, а если честно? Не понимаю. Вслух скажите. Так я и говорю вслух. Нет. В больнице, наверное, научился разговаривать тихо. Ничего, я поправлюсь. Все будет хорошо. Работаем. Здравствуйте. Мне сказали, что вы хотите меня видеть. Меня зовут Лариса Беспятых. Да. Здравствуйте. Проходите, пожалуйста. В доме, где вы купили квартиру, мы обнаружили тело. Сейчас пытаемся установить личность. Тело очень сильно обгорело. Если вы не готовы, мы можем отложить процедуру. Девушка, я работаю медсестрой в реанимации. Трупов я насмотрелась. Вы уверены? Да. Присоединяйте. Присоединяйте. Я знала, что этим закончен. Это страшный человек. Я его умоляла, Максим, не связываться с ним. Он своих угроз на ветер не бросает. В кармане мы обнаружили ключи. К сожалению, это единственное, что уцелело. Там должно быть четыре больших и один маленький от почтового ящика. Это Максим. Лариса Сергеевна, вы сказали, вашему мужу угрожали? Лукунев. Президент строительной компании. Он сейчас в депутаты рвется. Хочется о неприкосновенности получить. А то, что люди без крыши над головой, это его абсолютно не интересует. Скажите, а какие-нибудь доказательства этих угроз? Спосвенные или, может быть, письменные угрозы нет? У меня нет. Я не участвовала в пикетах. У Морозовых должны быть. Они снимали на телефон. Там должны быть выступления Окунева. Его угрозы, выкрики. Морозовые? Это тоже док? Да. Василий, ко мне зайди. Всего пострадало. 102 семьи. Люди надеялись, верили, что что-то изменится. Ничего не меняется. Ничего не меняется. Максим решил действовать по-своему. Он выставлял преграды перед офисом. Расклеивал листовки с портретом. Ох, ёх. Василий, нужно найти Морозовых и взять у них записи с Окуневым. Они как раз сегодня дежурят. Вы можете их застать. Слышал? Ну, а если они мне ничего не отдадут? Ну, ты объясни им, что это в их интересах. Лариса Сергеевна, скажите, вы уверены в том, что это действительно труп вашего мужа? Два месяца назад у Максима была сломана рука. Мы не стали обращаться в больницу. Я сама медсестра и сама наложила ему гипс. Кость рослась. На юнгене можно хорошо увидеть место перелома. Вы спросите своих экспертов, они вам покажут и расскажут. Хорошо. Дадим задание, эксперт обязательно проверит. Спасибо вам. Окунева посадят? Ну, этого я не могу вам обещать. Нужно все проверить. Прошу вас. Сколько же еще зла он может совершить, чтобы вы посадили? Давайте я вас полажаю. Делайте вид, что работаете. А на самом деле, преступник как был на свободе, так и остается. Вы бы вывеску, что ли, сменили? Что защищаете своих граждан? Здрасте. Это снова я. Младший лейтенант Вэтузов. Очухался. Лейтенант Вэтузов. Что? Что опять? Лейтенант Вэтузов. Вы его получите. Лариса Сергеевна, держите. Алло, милиция? Вы меня слышите? С вами говорит Лариса Беспятых. У нас ваш человек, Василий Тузов. Именно с этой минуты мы начинаем голодовку. И будем голодать с Василием до тех пор, пока вы не посадите в тюрьму убийцу моего мужа. Окунева в тюрьму. И пусть отдаст нам наши квартиры. Верно? Верно. Здравствуйте, Татьяна. Сидите. Первый день на новом месте. Сразу не штатная ситуация. По всем каналам, во всех новостях. Что на месте? Забаррикадировались на последних трех этажах, но здание недостроенное, поэтому мы можем легко в него проникнуть. Быстро и тихо. Насчет тихо сомневаюсь. Что дальше? Группа младчисленна, и мы можем схватить их всех минут за пять. Штурм – это не выход. Согласен. Нам нужно продолжать расследование. Пока Василий здоров, у нас есть время. Вообще Тузов парень смышленый. Я думаю, что все будет нормально. Какие версии по делу без пятых? Пока две. Первое – самоубийство, второе – в общем, у нас есть основания полагать, что все это вообще подстроено. Оцепление держать. Кирилл Алексеевич, попробуйте прощупать окунева. О всех изменениях ситуации немедленно докладывайте. Вопросы? Я не знал, что у вас столько талантов. Мы же тело-то опознали уже. Я не хочу потерять навык. Из медкри мы прислали фотографию черепа. Почему же не воссоздать лицо? Вы были у врача? Ну, когда? Видите, некогда. Столько работаю. А вы проверили его правую руку? Передом зажил, но следы осификации на правом предплечье заметны. Нам еще понадобятся его антропометрические данные. Рост, вес примерный. Он на столе. Скажите, что вы думаете о Ларисе Беспяне? Ну, сильная женщина. А почему вы спрашиваете? Просто когда люди приходят к нам на опознание, они хотят увидеть кого угодно, только не своих родственников. Лицо после смерти сильно меняется. И очень легко убедить себя в том, что это кто-то другой. Но Лариса как-то слишком быстро опознала своего мужа. В этих черных, обугленных останках. Слишком быстро. Но она медик. И потом она же знала, чем рискует ее муж. Ну, вы тоже медик. Однако, когда вы увидели меня с прострелянной головой, то уже не сразу поверили. Помните? Надбровные дуги никак не уходят. Я спрошу его фотографию у жены. Телекан готов? Несите его вниз. И развесьте так, чтобы издалека было видно. Телевизионщики приехали? Приехали, не беспокойся. Покажут тебя по телевизору. Я пошел. Ответьте, пожалуйста. Это может быть мама. Алло, мама? Он здесь. И с ним все в порядке. Он жив и здоров. Алло. Ой, здравствуйте, Кирилл Алексеевич. Да-да, я в полном порядке. Я жив и почти здоров. Нет, что вы, добрые, милые, общительные люди. Что нужно? Хорошо. Вы говорили, у вас есть видеозапись, где Окунев угрожает Максиму. Вы можете ее послать на Петров? Ничего они не получат. Гляньте, палец о палец не ударили, чтобы о нас побеспокоиться. Я отнесу ее телевизионщикам. Мы не сможем посадить Окуневу, если не докажем его причастность к убийству. Люба, давай кофе, пожалуйста. Очень сочувствую этим людям. Что поделать, кризис затронул все области. Мы не первые, кто пострадал. У меня вон 7 объектов замороженные, везде митингующие. В каждой группе есть зачинщики, так что с обиженными приходится видеться каждый день. А что хотят эти люди, я вообще не понимаю. Я уже пытался с ними договориться. Предлагал сделку 21-м, но они разбили мне машину. Дом забаррикадирован, захвачен наш сотрудник. Вы знаете, что они хотят вас посадить? Люди многого не понимают. Они думают, что если я президент, то деньги текут прямиком в мои карманы. Раз уж вы решили выдвигаться в депутаты, начните за защитой прав ваших дольщиков. Поговорите с ними. Я уже устал объяснять элементарные вещи. Когда подписывали договор, там был пункт о форс-мажорных обстоятельствах. Пусть идут в суд. Ой, простите, ради бога. Люба, ну что же вы так? Во всей этой суматохе такая нервозность. Не сердитесь на нее. А вот вам в качестве извинений, так сказать, возмещение морального ущерба на новые брюки. Я не ношу столь дорогих брюк. Ну тогда в качестве аванса. У людей вашей профессии очень большие нагрузки. Я был бы весьма признателен, если бы вы этот конфликт уладили мирно. Пятно можно выстирать. Я о другом пятно. Это восстание, оно, мягко сказать, не вовремя. Если бы вы или ваши люди могли его подавить, без жертв, разумеется, ну давайте рассуждать как нормальные люди. Нормальный человек вышел бы к людям и постарался бы им помочь. Чем же я могу им помочь сесть в тюрьму? Не убивал я этого тревоглядых. Беспятный. Я слышал, что Окунев уже как-то расшел вам навстречу. Чего? Когда это было? Когда это было? Два месяца назад Окунев пообещал вселить в построенный дом тех, кто ждал дольше. Чего? Ларис, мы готовы были согласиться, но твой муж разбил машину у Окунева. А Окунев сказал, что квартиры должны получить все, не только митингующие. Как раз два месяца назад у Беспятых была сломана рука. Я не ломал ему руку. Да он же ради вас всех старался. Ради вас всех! Да ну руку-то я ему не ломал. Ночью 14-го было плюс 7. А вам зачем? А в пустом доме температура еще меньше. Рядом находятся два высоких здания, поэтому наш дом большую часть суток находится в тени. Значит, стены не прогреваются. Вот здесь для Тузова теплая одежда. И не надо, не надо смеяться. Я просто поставила себя на его место. Если они не соглашаются передать еду, может быть, вещи возьмут. Теперь взгляните на обгоревшую обувь. Она зимняя, а сейчас лето. Ну, неудивительно. Вы же сами сказали. Ночью в доме холодно, а люди дежурят по ночам. Ну, утепляются как могут. Нет, ну на Беспятых теплая. Только обувь. А одежда летняя, рубашка, легкая куртка. А, ну, может быть, если он собирался покончить жизнь с самосожжением, наверняка теплые вещи ему, чтобы согреться, не понадобились. Да, но зачем самоубийцы и новая обувь? Обратите внимание, здесь более 30 деталей. Я еще, когда делала слепок, заметила, что отпечаток очень ровный. Даже после дождя. Посмотрите, процент износки минимальный. Протектор, посмотрите, какой четкий. Ровный контур. Каблук практически не сношеный. Я не удивлюсь, что эта обувь была куплена накануне убийства. Ага, значит, в самоубийство вы больше не верите? Не только из-за обуви. Куда упал человек? На доске. В самую гущу досок. Если бы не дождь, он бы сгорел совсем. Потом, спасибо, молния. Она растеклась равномерно. Из чего я сделала вывод, что доски были сложены аккуратно. И они не прогорали в процессе пожара. Они были сложены так, чтобы тело сгорело равномерно со всех сторон. Значит, что у нас получается, что кто-то хотел избавиться от трупа. Ну, это делают лишь в том случае, когда хотят, чтобы мы не смогли опознать покойника. Давай, теперь очень хочется сделать ДНК-анализ. О, СМС-ка. Почитаем. Дай сюда. На, смотри. Начальство просит переслать им фотографии Максима. Лучше несколько, чтобы фас, профиль. И какие-нибудь личные вещи для экспертизы. У меня с собой только фотографии. Вещи Максима здесь есть. Вон, кофта. Кепка где-то валяется. Мы утром приехали и видим, что он их оставил. Фото пришлю. Вещи пусть забирают. Народ. Нам нужно выставить дежурного. Если ОМОНовцы неожиданно решат прийти к нам в гости, чтобы мы были предупреждены. Добровольцы. Лосев. Ёпас. Ладно, я пойду. Все равно спать невозможно. Все мысли о еде. Отведите меня в туалет. Здесь нет туалета. А вы под себя, наверное, все ходите, да? Ладно, пойдем. Я с вами. Я сам справлюсь. Да ладно, со мной надежней будет. С ним будет надежней. С ним будет надежней. Спасибо. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Вокруг все оцеплено милицией, спецназ. А здесь вы все прочесали, да? На нашем этаже все проверили. Да. Только вот эти дома сконструированы так, что через подъезд можно по балконам пробраться в любую квартиру. Так, спокойно, спокойно. Без паники. Он прав. А вдруг это серийный маньяк? Нет здесь никакого маньяка. Откуда такая уверенность? Вы что, работали в милиции? Или у вас есть опыт по раскрытию серийных убийств? А у тебя есть? У меня нет, но я готов расследовать это дело. А вы мне мешаете. Хотите голодать? Голодайте. Но не мешайте мне делать свою работу, ладно? Что же ты хочешь? Итак. Для начала мне нужна видеозапись с окуневым. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Ну вот на этом месте что-то выключил? Это никуда не годится. Как куда не годится? Он же ему угрожает. Ты что, не видишь? В суде это не пройдет. Без пятых его провоцирует. А Окунев отвечает. Если тебя ночью разбудить и с тобой вот так поговорить, ты будешь отвечать точно так же. Я не буду говорить, я сразу разлюсь на пальцах. Забыли про видеозапись. Едем дальше. Женечка, что у нас в ДНК? В кепке было несколько волос, сходство с клетками трупа на 99%. Это без пятых. Василий установил, что два месяца назад между Без пятых и Лосевым произошла ссора. Окунев хотел умаслить дольщиков, но Без пятых сорвал сделку, за что и был избит. Выходит, перелом руки мог быть из-за той драки? А жена сказала, что его избили люди Окунева. Да. Без пятых всячески хотел привлечь внимание к этой проблеме. Стас, нужно тщательно проверить всех дольщиков, когда был заключен договор, какая сумма была внесена, есть ли среди них судимые или потенциально опасные. Связь с Васей прервана? Да, у него сел телефон, ему надо передать другой. Его вытаскивать надо оттуда. Сидит там человек в холоде, без еды. Хорошо, Людочка, тогда передайте ему телефон и все, что посчитаете нужным. Все, работаем. Свободны. Можно? Ку-ку. Привет. Как тебе удалось меня найти? Перестань ермичать. Мне нравится, когда ты улыбаешься. Вот я принесла теплые вещи, телефон. Хорош, больше никакого телефона. Телефон нельзя. Как ты? Я нормально. А ты как? Как они тут обращаются с тобой? Меня окружают милые люди. Почти все. Ты осторожнее. Только коллеги волнуются. Все 42 человека. А ты? Все, вещи передали, пошли. Вася, узнай про обувь. Хорошо. Все, мне пора. Береги себя. Для тебя? Пошли, сказал. Все, кормилица зовет. Пока. До встречи. До скорой. Да иду я, иду, иду. Давай, иди под ноги смотри. Спасибо за заботу. А какой у тебя размер ноги, Лосик? Побольше, чем у тебя. Фиксация на размере тоже интересный признак. Ты не ответил. Какой? 42-й? 44-й. Ребята, срочно. Там Лариса пропала. Оно... Я... Мы решили прочесать все здание, пока светло. Вы разбились по парам, как я говорил? Лариса говорила, по парам ходить очень долго. Здесь слышно все, а котика хорош. Куда она собиралась идти? На 10-й этаж. Хорошо, я пойду на 10-й этаж, если там совершено преступление. Спокойно, я сказал, если. Так вот, место возможного преступления сначала осматривают профессионалы. Пойдем всей толпой, наследим, ничего не узнаем. Кто идет? Я пойду. Нет, с тобой мы и так проводим слишком много времени. Люди подумают, что-нибудь не то. А пойду я вот с Игорем... Не-не-не-не, он никуда не пойдет, он нас придется здесь. Стой! Хорошо. А кто пойдет со мной? Давай я пойду. Кроме этого... Что, никто? Вы же такие смелые все. Голодаете, оборону держите. А если там вооруженный убийца? Он перестреляет нас здесь всех по одному. Не нагнетайте, пока все нормально. Знаете что? Мне все это надоело. Пускай приходит милиция. Давайте их впустим, и пускай они делают свое дело. Нет, вы останетесь здесь. Слушайте меня внимательно. Вы пример для других. Если вы опустите руки, все остальные сделают то же самое. Это ваш дом. Это ваши квартиры. Это ваше право на жизнь. Понимаете? Все остаются здесь. Подожди, но ты же сказал, что видео, вот эта запись, она для суда ничего не решает. Тогда что у нас есть на уху у него? Мы найдем доказательства на уху у него. Если он виновен, мы его посадим. Это я вам обещаю. А теперь развяжите мне руки, пожалуйста. Дайте что-нибудь. Спасибо. Мама, это абсолютно неприемлемо. Да потому что там забаррикадировались не функции, а люди. Мама, что? Слушай, мама, неужели вам с отцом действительно так хочется получить эту премию? Все, 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 разговор окончен. Я не подытоживаю, а подвожу черту фигурально. Все, мама. Что-то случилось? Нет. Не хотите разговаривать, так и скажите. Не отстройте себя занятого, если вы не заняты. Я прекрасно знаю, когда вы действительно заняты. Не первый год вместе работаем. Она такая красивая, когда злится. Что? Что? Ну хорошо, хорошо, хорошо. Я действительно больше не слышу свиста в ушах. Просто когда я думаю, иногда мой голос, он звучит громче, чем тогда, когда я говорю в реальность. В общем, я уже не понимаю, когда я думаю, а когда я просто разговариваю. Это излечимо? Да. Если обратиться к тому, кто это лечит. Думали, пройдет сама? Ну, свист-то прошел. Женечка, вы извините меня. Я, кажется, опять сболтнул лишнее. Я имею в виду, ну, про то, что вы красивая. Я не хотел этого говорить. То есть я даже не думал этого говорить. В общем, извините, простите. Кира Алексеевич, лишнее то, что вы говорите сейчас. Заключение я оставила. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ларис! Ларис! А что случилось? Нужна помощь? Вот здесь мы хотели поставить кровать. А вот здесь тумбочку. Мы спорили с Максимом только по поводу светильников. Ему нравились напольные. А я хотела на стены. Бра. Хотите побыть одна? Где вы ее нашли? Там. Под фуфайкой. Здесь что-нибудь есть? Обращение Максима ко мне. Нет. Я хочу, чтобы это видели все. Ларис, ты не любила наше собрание. Но если ты передумаешь, ты придешь сюда. В нашу квартиру. Тогда ты найдешь это и поймешь меня. Ларис, я потерял надежду. Я больше не могу сражаться. Я устал. Наши митинги ничего не дают. Сегодня я сожгу себя. Я знаю, ты не поверишь, что я смог это сделать. Но я должен. Мы прожили с тобой счастливые годы. Я не хочу, чтобы наше будущее было невыносимым. Прощай, любимая. Если можешь, ты прости меня. Лузов вышел на связь, говорит, есть предсмертная видеозапись без пяток. А я закончила голову, сфотографировала и сделала негатив. Смотрите. Ну, что-то не очень похоже на оригинал. Обидеть художника может каждый. Простите, Женечка. Думал, опять говорю про себя. Извините. А теперь смотрите. Мы накладываем негатив на фотографию без пяток. И что мы видим? У трупа уже скулы, массивнее подбородок и меньше орбиты. К тому же у без пяток прикус нормальный, а у покойного прогенее. Нижняя челюсть выдвинута вперед. Так что это не без пяток. Но ведь ДНК подтвердил сходство. Сходство материалов. А их источник? Откуда их брали? Выйдем? А в чем дело? Поговорить надо. Ну, здесь говори. Ну, если я при всех буду, тебе не понравится. Ну, пошли. Ну, говори, что хотел. Сейчас что-то покажу. Сыр, колбаса, яблоки, конфетки. Хороший набор. Это не мое. Это было в твоей квартире. Ты знаешь, чем хороши такие дома? В них ничего не спрячешь. Слышь, ты, гений сыска, ты ничего не докажешь. Думаешь, выступил пару раз перед нами, и все тебе поверят? Ты не такой, как мой. Если бы я хотел тебя сдать, я бы это уже сделал давно. Лосев, ты с такой регулярностью ходил в туалет, что вычислить тебя было проще, чем... Ладно. Хотя, если честно, мне было бы гораздо приятнее, если бы убийца оказался ты. Да. Ну, ждай, есть. или поделиться с остальными. Решай сам. Ты извини, я не хотел твое достоинство как-то унизить. А, Лосев, и еще. Ты знаешь, ты прав. Я не такой, как ты. Иди отсюда. Извините меня, если я не оправдала ваших надежд, ну, я думаю, вы поймете меня. Мне просто здесь очень тяжело оставаться. Это что? Все? Конец? Расходимся? Да почему? Нет. Нашу акцию показали по телевизору. Другие дольщики последовали нашему примеру. Люди захватили свои дома. Борьба продолжается, ребята. Но для того, чтобы продолжить, нам нужно жить. У нас должны быть силы. мы победим. В следующий раз. Принимайте. чаем напоила, вкусностями накормила. Запись смотрите. Да, интересный спектакль. Я поднял данные по всем дольщикам. Семья без пятых подписала договоры позже всех. Успели внести только аванс. Дальше строительство встало. Значит, материально они пострадали меньше, чем другие. Да. Евгения установила, что трупы в нашем морге не без пятых. Материалы для исследования принадлежали совсем другому человеку. А я установил его личность. Это некий Илья Голиков, 69-го года рождения, дважды судим. В последнее время нигде не работал. Нашел его, кстати, благодаря вашему портрету, Женечка. Лариса без пятых работала медсестрой в реанимации. Она заявила, что без пятых ходил с переломом руки. Я сделал запрос в ее больницу. И мне пришел ответ со списком из восьми человек, которые в этот период, примерно в этот период, обращались с травмой. Лечащий врач опознал на портрете Голикова. А его соседи сказали, что недавно он пропал. Отпечатки пальцев на канистре принадлежат имитатору. Максиму без пятых. ТЕЛЕФОННЫЙ ЗВОНОК Извините. Им нужно было обставить все так, будто бы это самоубийство. Единственной преградой на их пути была непогода. Дождь лил всю неделю. А крыша на первом этаже, как вы знаете, была недостроена. И даже если труп засунуть вглубь досок, он все равно не прогорит. Без пятых взяли волосы Голикова на случай экспертизы и подсунули ключи от квартиры. Они купили новую обувь, чтобы оставить как можно глубже следы. Узнав, что в понедельник ночью осадков не будет, без пятых перешли к завершающей стадии. И без пятых поменялся дежурцем Соколовым. Совершенно верно. А размер обуви у без пятых и Голикова один и тот же. Сорок второй. Без пятых льет бензин, пробегает двадцати метров, кладет пьяного Голикова на доски, обувает его и поджигает. ТЕЛЕФОННЫЙ Окуневу все эти скандалы абсолютно не нужны, тем более в предвыборной кампании. Да, у меня свал деньги просил подавить революцию. Как только всплыла эта видеозапись, я сразу понял, что Лариса ведет двойную игру. Ей не нужна справедливость, ей нужны деньги. Но ведь Окунев уже предлагал дольщикам деньги. Только первым двадцати. Без пятых ничего не светило. За двести тысяч Лариса обещала остановить бунт. Половину суммы Окунев должен был заплатить сразу, а вторую половину после того, как мятежники разойдутся. Василий, скажи, как ты понял, что это подделка? Смотрите, видите беременную кошку? Это Муська. Когда я там был, у Муськиных котят уже открылись глаза. Следовательно, эта запись была сделана без пятых не в день самоубийства, а раньше. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Восставший из мертвых гражданин без пятых. И где его задержали? Напротив офиса сидел в машине и ждал жену с деньгами. Вот почему мужчины любят заваливать грязную работу на женщин? Во-первых, прошу не обобщать. Ладно. А во-вторых, сегодня я заработал поцелуй. Вечером форма одежды свободная, а поцелуй вот сюда один маленький. Конечно. Закрой глаза. Ну, Ась, Кирилл Алексеевич, а думать лучше всего с закрытыми глазами. Кирилл Алексеевич, а вам, когда-нибудь доводилось бегать за женщиной? Да нет, как-то не доводилось. Даже на оперативной работе нет, не приходилось точно. А почему? Не хотелось или не было такой женщины? Ну, почему же хотелось? Просто у меня мысли всегда бежали впереди. Я не знал, что я скажу, когда догоню. И потом, чем я могу удивить вас, например? Что вы сказали? Я ничего не сказал, вам послышалось. Я молчал. До свидания. Всего хорошего. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok